Он как человек очень интересный. Он, во-первых, всегда мыслит наперёд, то есть планы у него всегда наперёд. Он предусматривает, что может быть, и это помогает нам в работе. Лёгкий вулкан. Сначала взорвался. Он смотрит, получилось, не получилось. Получилось, хорошо, пошёл дальше. Не получилось, разбил лоб, замазал зелёнкой, заклеил пластырем. И потом опять. Так пока не пробьёт. Он сделал очередной шаг, переступил. Через себя очень долго не решался, но всё-таки вытащил я его в горы. И достаточно такая занятная была неделя. Но в конце концов, там, на третий или на четвёртый день он таки встал на лыжи и спустился с очень суровой горы. То есть, что теперь, в принципе, ему фактически любые горы не почёл. Заезжаем на наши, так сказать, арендованные владения. Штаб. Это оперативный штаб. Объясню. Объясню. Вот наглядно покажу на примере, почему так. На виробництві завжди цікаво. Живий, потужный організм, що ремонтує та будує корабли. Що то за людина, яка керує цими всіма процесами? Спробуємо дізнатися. Редактор субтитров А.Семкин Сергей Владимирович, в свой рабочий день вы начинаете здесь, в штабе, да, непосредственно на заводе? Основное управление и все наши действия начинаются с этого места. Мы его называем оперативный штаб, так как политика компании у нас, мы не хотим офисов с мраморными ступеньками, с мебелью, с красного дерева. Это оперативный штаб, который в любой момент при необходимости мы можем погрузить на грузовики. Вот все наши, так же наше все оборудование, оно вмещается в определенные контейнеры. И мы с легкостью буквально день, день-два мы можем произвести ротацию на другой завод или на другие площади, где можем выполнять работы. То есть это уже такой больше европейский и азиатский пример, так как опыт работы в заграничных компаниях, в иностранных компаниях немножко помогает нам в реализации проектов здесь, в Украине. А почему именно судоремонтная компания? Почему именно таким профилем предприятия вы для себя решили руководить? У вас душа моряка? Выбор профессии для меня, скажем, определился я со своей профессией, наверное, еще в детстве. Я знал, что я буду или моряком, или человеком связанным с морем. Почему? У меня папа служил в военно-морских силах Советского Союза 4 года. Он служил в Феодосии. И вот сколько я себя помню, дома у нас в селе, в село Кренички, сеновал, так называемый сенник мы его называем, где хранилась сен. Ну, высокое такое деревянное сооружение. Так вот, сколько себя помню, на день военно-морского флота я водружал туда знамя. Это папа в 8 утра, я туда залазил, флашток, флаг. И это был наш семейный праздник. И насколько это было, скажем так, трогательно и так завораживало, что я понимал то, что я, наверное, буду все-таки каким-то образом связан с морем. С 20 лет уже такой военный совхоз Таврический был, это Березанский район, где я... Ну, в родном селе я трактористом успел поработать, водителем был. Водителем был даже на папиной машине. Папа потом у меня был, ну, папа был водителем. И я еще на его ЗИЛ-0941, я помню номер, 0941 НИЛ, ЗИЛ-самосвал, на котором я с детства учился ездить, на нем ездил. И потом мне пришлось на нем еще работать. А потом я попал в совхоз Таврический. Был назначен механиком автопарка. И буквально через год, уже в 21 год, мне предложили возглавить автомобильное предприятие. Это гараж. В совхозе это называется гараж, да, и был заведующим гаражом. В подчинении где-то около, наверное, 60 человек мне приходилось, вот, скажем, решать вопросы и личного характера, потому что он где-то не ночевал дома. А я объясняю, что я могу ему сказать и как я могу повлиять на человека, которому 35 лет. А мне было на тот момент 21. Ну, ничего, зарабатывал авторитет, нарабатывал опыт. В душе мечта оставалась. Оставалось каких-то больших, больших дел, большой работы. Хочется идти и понимать технический флот, вспомогательный флот. Ну, реально в Николаеве есть возможность, есть потенциал строить ностальгии и обиды за то, что когда-то, по большому счету, здесь просто кипела жизнь. Ну, я думаю, что все-таки, все-таки наступит тот день, когда в городе Николаеве снова будут устраивать праздники по поводу спуска судов, с разбиванием шампанского аборт. Будем прославлять город Корабелов во всем мире. Если люди занимаются своим делом, которое приносит удовольствие и с удовольствием это делает, я признаюсь, я с удовольствием хожу на работу. Потому что я знаю, что у меня есть хороший профессиональный коллектив, без которого не я один такой классный парень сделал это все. Да, у меня были идеи, но без коллектива, без людей я бы никогда не добился. Поэтому у нас и политика такая, что мы стараемся привлекать людей проверенных, с желанием. У нас практически каждый человек это сам по себе какая-то личность и сами по себе это люди достойные. У нас студенты проходят практику. Больше того, есть ряд студентов, которые изъявили желание уже работать у нас. То есть практически мы, выполняя и предоставляя мощности и площади для прохождения практики студентов, мы вкладываем и делаем шаг в будущее для того, чтобы мы получаем уже рабочих специалистов. Час студентов мы его называем, это практические навыки. То есть ребята, которые теорию получают в университете, у нас на практике мы своим примером им показываем. Например, сегодня, что у нас сегодня по плану, Александр Викторович? По-моему, да, у нас сегодня ремонт насосов, да? Вот по каким признакам мы считаем или понимаем о том, что нужно ремонтировать насос? Перечисляй. Не, ну чего? Перечисляй. Я точно не знаю, серьезно. Хорошо, Дим, давай ты. Привод. Все правильно. Смотри. Как вы промеряете детали, зависит качество вашей работы. Сергей, у вас много друзей? Ну, вы знаете, у меня много людей, которых я знаю, которые знают меня, которым я доверяю. А вот друг, если это настоящий друг, ну это такое, знаете, очень объемное, очень объемное понятие. И вот настоящего друга своего я вам покажу сегодня. О добрых делах нужно говорить. Почему? Почему? Вот у меня есть такой пример. Как-то там мы с одним волонтером решили организовать вот такой проект «Обуй морпехов». Ну и там был вопрос в пяти парах обуви для снайперов, морских пехотинцев. Ну, я помог и не хотелось вообще об этом говорить, а он настоял все-таки о том, чтобы это было озвучено, чтобы об этом узнали. Я написал пост в фейсбуке, это люди прочитали, и вы знаете, буквально через, да, на следующий день, наверное, трое из моих товарищей сразу обратились, и с помощью, ну, чтобы я указал, как это можно сделать, и они оказали помощь тоже морпехам. И это, ну, ну, это круто, когда вот только из-за того, что ты сделал и сказал о хорошем деле, сразу же откликнулись другие. Хотя это как девушкам цветы, вот, поэтому призываю всех мальчиков дарить, дарить девушкам цветы. Вы часто наречите? Эй, думаю, думаю, надо нарочаще. Вы договариваетесь о том, что будет на ужин? Ну, смотря, что я приволокусь с рынка. Да. Ну, я стараюсь водить аккуратно и не нарушать. Вот, я редко нарушаю, даже если я сильно спешу, даже если я, ну, это правда. Ну, как-то так, как-то так меня еще папа учил. Мы там на сельских дорогах учились, и он меня заставлял включать повороты, даже если мы там поворачиваем в лесополосу или еще куда-то. Он просто заставлял, для того, чтобы оно отработалось, ну, на автомате уже было, и все знаки стоп, и все линии. То есть, перед пешеходным переходом вы притормаживаете? Обязательно. Обычное ваше утро три раза в неделю, да? Вот это в шесть утра? В шесть утра. А если нет? А он в 15 минут седьмого приходит. А если нет утром тренировки? Ну, тогда наказан. Хуже себя чувствует? Да, совершенно верно. Он специально все время грузит и грузит. Сергей, а что это за кабинет? Почему мы сейчас находимся еще в одном кабинете вашей деятельности? Отсюда мы ведем такую более уже полезную, полезную, наверное, и приятную для общества, да, совершенно верно, такие социально значимые вопросы. Это приемная, которую возглавляет моя первая супруга. Я очень ей благодарен за ту поддержку и помощь, которую она мне оказывает, потому что по долгую службу мне не совсем хватает времени этим заниматься. И благодаря ее упорству и таланту она это направление ведет. Помните, вы задавали вопрос по поводу друзей? Так вот, я готов на него ответить, что действительно настоящим другом, наверное, единственным она и является. У нас общий сын. Хороший мальчик. Сейчас он учится в университете. А в своем сыне вы видите себя? Наверное, нет. Наверное, больше нет, чем да, потому что он самостоятельная личность. Он абсолютно, можно так сказать, воспитан немножко в другом ракурсе и, может быть, немножко другие ценности. Ну, он другой. Да, вы знаете, вы знаете, в удовольствие пообщаться с ним. И вот его уже, скажем, второй курс его философского факультета в некоторых моментах даже так заставляет меня задуматься и порыться в интернете. Вот вы были в пятницу на презентации книги «Аэропорт». Вы читали эту книгу? Скажу честно, книгу я не читал. Есть у меня одна мечта, которая уже вот-вот сбывается. Это я хочу, чтобы как минимум месяц у нас не происходило никаких выстрелов, никаких взрывов, никаких действий на востоке нашей страны. И я тогда возьму, спокойненько сяду в кресло, сделаю себе кофе и, я уверен, за ночь прочитаю эту книгу. Все свои мечты реализовываете? Я, наверное, сумасшедший мечтатель, или как это правильно сказать, мечтатель. Надо понимать, о чем ты мечтаешь и что-то делать для того, чтобы мечты сбиваться. Сьогодні с нами был Сергей Бурковец. Людина, яка не зупиняется на досягнутом, не пала за собой мости, мряет и втілюет свои мрії в жизнь. Залишайтесь с нами, просто люди, міста Миколаева. Редактор субтитров А.Семкин